Сфера цифровизации в период пандемии быстро и эффективно показала свои результаты. В период карантина объем потребления интернет-трафика по всей республике вырос на 33%. Также при поддержке операторов связи на отдельные интернет-ресурсы в сфере образования был обеспечен бесплатный доступ, благодаря чему количество пользователей по интернет-ресурсам Министерства образования выросло на 223%. Проект по развитию системы электронного взаимодействия «Тундук» также показал свои результаты. В настоящее время в системе интегрировано 98 государственных и частных организаций. Общее количество сервисов обмена данными в электронном формате составляет 590. Подробности далее. Пандемия коронавируса изменила не только повседневную жизнь населения страны, но и оказала огромное влияние на направление цифрового развития Кыргызстана. При этом эта сфера быстро и эффективно показала свои результаты. Только в период карантина объем потребления интернет-трафика по всей республике вырос на 33%. Статистика роста трафика по отдельным областям выглядит так. Рост потребления интернет-трафика в городе Бишкек вырос на 6%. В городе Ож и Ожской области на 33%. В Чуйской области количество интернет-пользователей возросло на 36%. На Рынской области на 64%. В Иссыкульской области на 54%. В Джалабадской области аудитория пользователей интернета выросла на 27%. В Баткенской области на 22%. Также при поддержке операторов связи на отдельные интернет-ресурсы в сфере образования был обеспечен бесплатный доступ, благодаря чему количество пользователей образовательных платформ выросло на 223%. Проект по развитию системы электронного взаимодействия «Тундук» также показал свои результаты. Сегодня в системе интегрировано 98 государственных и частных организаций. Общее количество сервисов обмена данными в электронном формате в настоящее время составляет 590. За последние 4,5 месяца объем транзакций посредством системы «Тундук» составил порядка 34 миллионов транзакций. В качестве сравнения хотелось бы привести показатели объема транзакций за 2018-2019 годы, где объем транзакций составил порядка 38 миллионов. То есть этот показатель говорит о том, что за последние 4,5 месяца общий объем транзакций составил 34 миллиона. Это говорит о том, что обмен документами в электронном формате между разными государственными органами с частным сектором растет и является одним из таких серьезных показателей проникновения цифровых технологий в систему государственного управления. Отметим в перечень самых активных государственных органов по внедрению цифровизации и обмена данными стали МВД, государственная регистрационная служба и фонд обязательного страхования. В перечень популярных сервисов вошли информация касательно паспортных данных, информация по ЕРПП и ЕРН, информация по автотранспорту, а также информация в рамках проекта «Безопасный город». Сегодня в развитии цифровизации особую поддержку оказывают IT-специалисты. Согласно поручению республиканского штаба был создан IT-орган, в состав которого вошли порядка 400 сотрудников. Компании из IT-штаба разработали 14 продуктов в сфере цифровых технологий. Все они были созданы на безвозмездной основе. На сегодняшний день весьма успешно работают следующие электронные системы. Электронные системы, функционирующие в настоящее время. Мобильное приложение «Стоп-Ковид». Инсульт. Лабораторные данные. Автоматизированная система по эпидемиологической информации. Система мониторинга благотворительной и гуманитарной помощи. Официальный сайт «Ковид.Кейджи». Статистические и информационные продукты. Одним из важных вызовов и точкой роста являются такие направления, как усиление мер по обеспечению кибербезопасности, а также максимально эффективное внедрение цифровых технологий в разные сферы экономики, а также создание новых экономических ниш. Для цифровизации социальных сфер выделены субсидии в объеме порядка 300 миллионов сомов. Данные средства выделены государственной IT-компанией, которая будет заниматься разработкой и внедрением цифровых систем в сферы образования, здравоохранения, социального развития и труда, а также, согласно указу президента, будет проводиться работа в сфере сельского хозяйства. Отметим, вся работа по развитию цифровизации проводится в рамках концепции «Санарип Кыргызстан-2019-2023». Одной из главных целей этой идеи является создание самых комфортных условий гражданам для получения государственных услуг в электронном формате. Согласно поручению президента, в этом направлении ведется работа. Так была разработана концепция «Айгов». Благодаря ей можно будет получать государственные услуги через мобильные телефоны. Были определены три принципа. Во-первых, это инновационное правительство. Данный принцип заключается в том, чтобы достаточно максимально использовать цифровые технологии для того, чтобы предоставлять качественные услуги в электронном формате. Второе – это виртуальное оказание, то есть через цифровые технологии услуги. Данный принцип заключается в обеспечении принципа «ноль бумаг, ноль бюрократия, ноль физического контакта». Мы считаем, что это позволит также минимизировать либо исключить коррупционные риски. Отметим, работа в рамках цифровизации будет продолжена. На сегодняшний день правительство совместно со Всемирным банком и ООН проводит работу по запуску проекта для создания условий для развития цифровых навыков. Проект имеет два направления – это разработка стандартов в сфере образования, а также создание единой цифровой платформы, которая должна объединить разные образовательные ресурсы.